Всех, кто не хочет ждать новую серию знатка, приглашаю на спонсорские площадки. Глава светопредставления там уже доступна. Ссылки в описании. Наталья Анискова. Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Ослиная шкура. 1988 год. Денис. Катя её звали. Когда я впервые попробовал её имя на вкус, мне показалось, что во рту, под языком, прокатилось что-то свежее мятное. Я даже зажмурился, а секунду спустя понял, что мята – это вкус её тёмно-русых до плеч волос. Именно так. Вкус, а не запах. И вкус этот именно прокатился. Катить. Катя. Мысленно произнёс я и удивился, что никогда не задумывался над такими вещами раньше. Была Катя среднего роста, сладной сбитой фигуркой, ясными серыми глазами и трогательными ямочками на щеках. Ещё она была улыбчива и дружелюбна. А ещё? Ещё я влюбился в неё, если не с первого взгляда, то, наверное, со второго. В летнем лагере, разбитом на берегу реки Ивдель, в десяти километрах от городишки с таким же названием, мы, второкурсники Томского педвуза, работали пионервожатыми. Вчетвером. Кроме нас с Катей была ещё смешливая конопатая Наташка и молчаливый, скупой в движениях Ренат. От подъёма до отбоя приходилось крутиться хлеще белок в колесе, и урвать час-другой расслабухи можно было лишь поздним вечером. Лагерь затихал, и мы вчетвером садились вокруг костра, болтая обо всём и ни о чём под монотонный звон мошки. Всякий раз, волоча к костру очередную охапку хвороста, я думал, что вот сейчас отзову Катю в сторону и скажу ей. Иногда мне удавалось связно построить в уме те фразы, что собирался сказать. Пару раз я даже, вывалив хворост, набирал в грудь воздуху, и фразы эти начинал. И всякий раз стоило Кате вскинуть на меня глаза, осекался и принимался натужно хохмить, а то и нести, запинаясь, первую пришедшую в голову чушь. Конопатая Наташка, готовая прыснуть, покажи ей указательный палец, заливисто хохотала. Ренат хмурил густые татарские брови, а Катя поправляла волосы и молча улыбалась. Так было до тех пор, пока к нам не зачастили гости. Глядя на Кравцовых, трудно было предположить, что они братья погодки. Старший — Клим, высокий, белокурый и синеглазый, с виду настоящий мажор, и младший — Толик. Неторопливый, коренастый крепыш, коротко стриженный, смуглый и кореглазый. «Местные мы!» — залихватски подмигнул мне при знакомстве Клим и размашисто хлопнул по плечу. «Ивдельские мы! Простые, серые и заскорузлые, как те лапти!» Толик смущенно улыбнулся и робко протянул руку. «Серыми и заскорузлыми братья не были. Простыми тоже. Оба учились в Свердловском университете, а в Ивдель, на родину, как говорил Клим, наезжали на каникулы. Наезжали на новенькой девятке, оставшейся от щедрот отца. В первый свой визит братья пробыли у нас недолго. Но, вернувшись на следующий день, Клим заявил, что ему здесь нравится. Из багажника кравцовы спора извлекали походную финскую палатку, рыболовные снасти, гитару, две бутылки марочного вина и ящик с водкой. «Для бабцов!» — пояснил Клим, жонглируя винными бутылками. «А это, — кинул он на водку, — для нас!» «Не окосеешь?» — хмуро поинтересовался Ренат. Клим не ответил, велел Толику расставлять палатку и принялся настраивать гитару. «Как у нашего Рената взорвалась в саду граната!» — выдал он. Конопатая Наташка расхохоталась, и Клим мгновенно сменил репертуар. «Наташа, Наташа! Три рубля и наша!» Смех прекратился. Наташка опешила. Ренат, набычившись и сжав кулаки, шагнул вперед. «Ты чё, обиделась?» — изумился Клим. «Это же частушка!» Он неожиданно отбросил гитару в сторону и, повалившись на колени, принялся колотить лбом о землю. «Прости, еродивого!» Толик, распрямив спину и смущенно улыбаясь, принялся объяснять. «Дурачок у меня, братишка, но не полный, а так, недоумок!» «Полудурок!» — поправил с земли Клим, и Наташка расхохоталась вновь. Вечером пили водку, закусывали привезёнными братьями копчёностями, потом танцевали под гитару, а затем Клим отдал инструмент Толику, поднялся, подбоченился и бросил. «Танго!» Только теперь мы поняли, что настоящий гитарист не он, а младшенький. Как Толик играл. Мастерски, с переборами и переливами, не меняясь в лице, сосредоточенно и серьёзно. Клим прошёл по кругу, пританцовывая, а потом резко нырнул в сторону, выдернул из темноты Катю, привлёк к себе и власно повёл, закружил в ритме музыки. Сполохи света от костра падали на запрокинутая Катя на лицо, её глаза стали вдруг шалыми, а у меня защемило под сердцем, и кто-то вкратчиво ехидно шепнул на ухо. «А что ты хотел? Думаешь, он сюда ради тебя приехал?» Следующие трое суток я промучился ревностью и бессонницей. Лёжа на спине, вслушивался в ночные шорохи и скрипел зубами от едва сдерживаемой злости. На четвёртый день Катя, к моей вящей радости, объявила, что от танцулика она устала, и мы, рассевшись вокруг костра, принялись по очереди травить байки. Вскоре, однако, темы истощились, и общим вниманием завладел Клим, один за другим загибая нескромные анекдоты. Наташка без устали хохотала. Катя ей изредка вторила, Ренат, как обычно, хмурился, а Толик рассеянно улыбался, словно хотел сказать «Вот такой у меня, братик, недоумок, что взять?» «Надоело», — прервал я, наконец, Климов поток непристойностей. «Давайте о чём-нибудь посерьёзнее». «Легко», — согласился Клим, «посерьёзнее, так посерьёзнее. Вот, например, фильм про Фредди Крюгера, кто смотрел?» Крюгером оказался маньяк, мучивший детей по ночам. От него перешли к привидениям, затем к колдунам, от них к вампирам и зомби. Толик по обыкновению молчал, и лишь когда остальные иссякли, спросил тихо. «Хотите, я про аномальную зону расскажу?» Рассказчиком он оказался ещё лучшим, чем гитаристом. Неторопливо, детально и с выражением Толик поведал нам о чудном месте, называемым «Золотыми воротами» и находящимся по сибирским меркам неподалёку, в километрах в ста. «На реке Вижай», — неторопливо говорил Толик. «Каменные ворота врезаны в береговой склон. Неподалёку посёлок есть, тоже Вижай. Раньше там зона была. И в Дельлаг», — многозначительно добавил Толик, и все понимающие кивнули. «Сейчас просто посёлок, работяги живут и старые манси». «Кто такие манси?» — полюбопытствовала Катя. «Косоглазые», — встрял Клим, типа чукчей. Толик с неудовольствием посмотрел на брата и продолжил. «Говорят, кто один раз в те ворота пройдёт, с тем непременно случится что-нибудь скверное», — Толик замолчал. «Ну же, договаривай», — загорелась Наташка. «Что скверное?» «Всякое, говорят. Бывает, заболевает человек. Бывает, с ума сходит. А бывает, что и того», — Толик потупил взгляд. «Насмерть». «И что, ты этому веришь?» — насмешливо спросил я. «Верю», — Толик вскинул глаза. «Я в этих краях родился. Всякое видел. И ворота те видел, только войти не посмел. А ещё, говорят, болезни, психозы и смерти только на первый раз бывают. А на второй исчезает человек». «Манси, говорят, его духи под землю уволакивают». «Какая ерунда!» — угрюмо буркнул Ренат. «Духи!» — передразнил он Толика и покрутил головой. «Я чуть было не поверил». «Ну и напрасно не поверил», — сказал вдруг Клим. «Очень серьёзно сказал. Так серьёзно, как ещё не говорил ни разу». 1610-й Ойка Смерти вагульского князя Ойка ждал несколько лет. Каждый месяц он камлал в своём чуме, спрашивая у духов, когда же, когда Салтык отправится в Нижний мир. И вот время пришло. Три недели назад Ойка увидел в пламени костра, как старый князь проходит через камень. Наутро шаман кликнул тощую Энька, и Поти рыбака наказал собираться в дорогу. Быстро шли. За пять дней добрались к Вижаю. Затаились. Поти сделал маленький шалаш из лапника. Там они с Энькой и сидели. За камнем Ойка сам наблюдал. Забирался на дерево и смотрел, не покажется ли Салтык. Может, Поти и хороший рыбак, но в остальном простой, как ребёнок. Или не узнает вагульского князя, или себя обнаружит, или ещё какую глупость сделает. Про Энька и говорить нечего. Та умом тронулась после того, как с лесным духом встретилась. Или не дух это был, а просто чужой человек из крови и мяса. В любом случае, вернулась Энька из леса чуть живая, а через несколько месяцев родила неживое и соображать совсем перестала. Так что Ойка сидел на дереве, сливаясь с ветвями, пока солнце не начинало клониться к закату. Ночью-то через камень никто не ходит, можно не следить. Дождался Ойка. Как-то утром заревели дудки из лосиных костей. Так вагульский шаман отгонял злых духов от камня. Рёв приблизился, аж в ушах заломило. Ойка крепче ухватился за ствол. Вагульский шаман вышел из леса, остановился на берегу, сложил два костерка у камня и запалил их. Следом приковылял князь. Он был очень старый, князь Салтык. Он долго жил и славно правил, а теперь, когда Нижний мир звал князя, он готовился всё передать сыну. Ойка замер, аж дышать перестал, когда Салтык повернулся к реке спиной и шагнул в каменные лоны. Он вышел к лесу лицом, и Ойка выдохнул. Князь совсем сгорбился и медленно побрёл к лесу. Когда вагулы ушли, Ойка соскользнул на землю и припустил к шалашу. «Айда!» Втроём они тихонько выбрались на берег реки. Костры, которые запалил вагульский шаман, ещё горели. «Иди, Поти!» – подтолкнул Ойка рыбака. «Выйдешь с той стороны и жди нас!» Тот безропотно шагнул вперёд, а вот Енька замотала головой, когда Ойка направил дурную бабу вперёд, заскулила. «Иди, иди, Енька! Там не страшно!» – увещевал Ойка. «Боюсь!» – подвывала она в ответ. В конце концов, Ойка взял придурковатую зашкирку, подтащил камню и пихнул в проход. Енька пулей вылетела наружу к Поти. «Это ничего, – думал Ойка, – всё сделанное. Следующий князь и не поймёт, что Поти забрал его наследство, когда пойдёт через камень. А через несколько месяцев фастяки двинутся войной новогулов и победят их, как тот лесной дух или человек победил Енька». 1988 год. Катя. Наступил последний день смены. К обеду разъехались дети, в лагере повисла звонкая до одури тишина. Ренат с Наташкой убирали столовую, а я наводила порядок в игровой комнате. Дверь скрипнула, Денис стоял у входа и переминался с ноги на ногу. «Давай помогу, Кать. Помоги, конечно». В четыре руки мы разложили по коробкам конструкторы и мозаики, собрали кукол и плюшевое зверьё, загнали в гараж под столом машинки. Мы почти не разговаривали, нам и не нужно было. Уютно и спокойно, как будто мы убираем игрушки своих детей. «Катя?» «Да, Денис?» Он сидел по-турецки на полу и прилаживал колесо к танку. Русые волосы, подстриженные ёжиком, выгорели на солнце до золотистого цвета. Выгорели и брови домиком, а в серо-бирюзовых, как море, глазах плескалось что-то несказанное. Мне захотелось подойти и коснуться рукой ёжика волос. Так захотелось, что я уже шагнула вперёд. Дверь распахнулась. В игровую вбежала Наташка. «Вот вы где!» «А я уже обыскалась!» «Бегала, бегала!» Тараторила она. Я не слушала. Денис поднялся, поставил танк под стол и вышел. Вечером, как водится, сидели у костра и обсуждали в последний раз, что взять с собой. Рассказ Толика об аномальной зоне долго не сходил с языков, и в конце концов мы условились добраться туда, к золотым воротам, когда закончится смена. Утром явились братья Кравцовы, похожи на большого плюшевого медведя Толик и нахальный красавец Клим. Было решено идти в шестером. Толик поначалу отговаривал нас, убеждал, что это опасное дело. Куда там? Клим настаивал на том, что это чудо природы каждому стоит увидеть, и рвался показать чудо нам. В конце концов, Толик махнул рукой, и на лице у него было написано «Придется и мне за тобой недоумком присматривать». Лес шумел, постанывал, шелестел листьями, шуршал под шерстком травы под ногами. К мошке привыкли, и надсадный звон вскоре стал привычным, как дыхание за спиной. Первым шел Клим, за ним шагала Наташка, следом за ней Ренат, потом топала я. Позади меня шел Денис, а замыкал процессию Толик. К вечеру мы выдохлись, и когда в Березняке вдруг открылась полянка, встретили ее с восторгом. На краю поляны стояли два больших тополя, растущие из одного корня, как растопыренные пальцы. Солнце медленно закатывалось на покой. Мы сидели у костра, вытянув гудящие ноги, и лениво перебрасывались репликами. Негромко булькал котелок с водой. Было уютно и хорошо, но от чего-то меня не оставляло тягостное предчувствие. Уютно и хорошо быть перестало, когда Клим в очередной раз прошелся насчет косоглазых манси, которые чукчи. «Еще раз скажешь про косоглазых, дам в морду», медленно цедя слова, проговорил Ренат. «Ты? Мне?» изумился Клим. «А ну попробуй!» Ренат вскочил, оттолкнул пытавшегося его удержать Дениса и метнулся к Климу. Тот пружинисто распрямился навстречу. Положение спас Толик. Я даже не заметила, как он успел оказаться между готовыми задраться парнями. «Извини», — примирительно улыбнулся Ренату Толик. «Язык как помело», — обернулся он к брату. «Что есть, то есть», — легко согласился Клим, отстранил Толика и сказал дружелюбно. «Ну, давай врежь мне по мордасам. Заслужил». Ренат хмыкнул, и вскоре мы разошлись по палаткам. Каждое утро Ренат встречал Наташку новой беззлобной дразнилкой. То букашка, то простоквашка, то промокашка. Наташка всякий раз хохотала в ответ. Этим утром Ренат нашёл новую рифму. «Наташка, растеряшка», — весело сказал он. «Отстань, а?» — Ренат оторопел. А Наташка отвернулась и заулыбалась, едва из палатки выбрался Клим. После завтрака мы навьючили на себя чуть полегчавшие рюкзаки и двинулись вперёд. Наташка, стараясь держаться около Клима, отчаянно щебетала. Ренат шёл молча и даже на вопросы не отвечал. Ночевать остановились на поляне, посреди которой стоял камень. Откуда ему в лесу взяться? В здоровенному, красно-бурому, похожему на лошадиную голову. Ренат обошёл диковину вокруг, а потом выдал нам целую лекцию по геологии. По словам Рената, выходило, что камень торчит здесь едва ли не с докембрийской эры. Денис не согласился. Его ответная тирада сводилась к тому, что каменюка не докембрийская, а гораздо моложе. Ренат возразил, и слово за слово из геологического спора вышел скандал. Красные взъерошенные парни орали друг на друга. Денис подскочил и схватил Рената за грудки. И вновь, с неожиданной для плюшевого медведя ловкостью, между парой задир вклинился Толик. «Ша, ребята!» – заговорил он с комичным прононсом. «Научный спор такого азарта не требует!» Ренат помотал головой и взглянул на Дениса из-под лобья. Тот медленно выдохнул. «Ничья!» – улыбнувшись, подытожил инцидент Толик. На третье утро хмурыми были все. Толик в попытках разрядить обстановку рассказывал анекдоты, но успеха не имел. Позавтракали, собрались и двинулись по маршруту дальше. На исходе дня наткнулись на охотничью избушку. В ней остановились ночевать. Маленький приземистый домик был почти пуст. Печка-буржуйка, стол, двухъярусные нары по стенам. Мы выбрались на поляну и разожгли костёр. «Почти как избушка бабы-яги», – сказала Наташка, указывая на домик. «Почему?» – поинтересовался Денис. «Да так, только курьих ножек не хватает». Жутковато стало, и показалось, будто в темноте за спинами кто-то ворочается и шепчет. Я передёрнула плечами. «Страшно?» – сидевший рядом Клим потянулся, как будто собрался обнять. «Немного». Я подняла глаза на Дениса. «Ну что же ты?» Денис смотрел на Клима, странно смотрел, как не видя. Но раз так, я придвинулась чуть поближе к старшему Кравцову, и его рука нашла моё плечо. «Ох, если бы это был Денис, тогда можно было бы придвинуться чуть ближе, и он бы меня обнял, наверное». «Трусиха ты, Катька», – процедила Наташка. «И зачем только с нами пошла?» «В каком месте я, трусиха?» «Я твою анатомию подробно не знаю», – противно хихикнула Наташка. «Ты… ты… ты что несёшь?» «Не поняла?» Баба Яги испугалась, и сразу к мужику под бочок. Я оторопела. Подобной выходки я не ожидала, тем более от смешливой, дружелюбной Наташки. «А ты, похоже, завидуешь», – бросила я в запале. «Кому?» – фыркнула Наташка. «Лупоглазой шалаве?» «Да ты сама шалава, сучка конопатая». «Наверное, мы бы подрались, не выручив очередной раз столик». «Вы что, красавицы?» – вмешался он в перепалку. «Только женского бокса нам тут не хватало. А ну, мириться! Завтра сплавляться будем». Посёлок Вижа оказался маленькой угрюмой деревенькой. Покосившиеся некрашенные заборы, бревенчатые дома, пара кирпичных зданий с обязательным красным флагом на крыше. Река была сразу же за крайней околицы, без всякого причала. Просто берег обрывался в воду. Клим с Толиком ушли и вернулись втроём с мужичонкой, за трапезного вида. Клим сунул ему в ладонь несколько купюр, и тот долго, слюня пальцы, их пересчитывал. Затем закосолапил по кривой на половину заросшей тропе. Мы гуськом двигались вслед. Мужичонка помог столкнуть в воду две лодки, старые с облупившейся краской. Принёс весла, вновь пересчитал купюры, почесал в затылке и сказал, что всё-таки маловато будет. Клим добавил ещё. Затем мы, наконец, отчалили и двинулись вниз, повежая. Действительно, стоило идти сюда три дня, чтобы увидеть, лес поднимался по берегам зубчатыми стенами, переливаясь оттенками зелени, величественной, суровой. Ребята менялись на веслах, но грести особой нужды не было. На гибкой спине реки лодки чуть покачивало и быстро несло вперёд. Весь путь занял часа два. Обогнули очередную излучину и в раз увидели ворота. Скала выдавалась из берега. На ней высилась каменная арка. Грубая, непохожая на творения человеческих рук. Но и на природные камни непохожие тоже. 1998 год. Денис. Заключённый Белов Денис Андреевич. Я. К начальнику лагеря. В кабинете ночлагеря, или, пользуясь терминологией контингента, в кумовской, было тепло, светло и сухо. Сам начальник, он же по-зековски кум, восседал за служебным столом под портретом Ельцина, курил и, морщася от дыма, перелистывал подшитые в картонную папку бумаги. «Садись, Белов», — кум, не глядя на меня, кивнул на табурет. «Документы на тебя пришли. Приказ подписан. Через неделю выйдешь на волю». «Ну так что? На свободу, как грится, с чистой совестью?» «Она у меня и здесь чистая, гражданин начальник». «Ну-ну», — кум покрутил головой, задавил окурок в пепельнице. «Как жить-то дальше, думаешь?» — поднял он на меня взгляд. «Я пожал плечами. Как жить дальше, я не знал. Понятия не имел. Но одно знал точно. Зачем?» «На зоне в исправительной колонии усиленного режима в 400 километрах от Красноярска я отмотал 10 лет. Столько определил мне самый гуманный в мире советский суд в наказание за преступление. За умышленное убийство, которого я не совершал». За эти 10 лет не было ни единого дня, когда бы я мучительно не пытался понять, что произошло тогда, на излучине реки Вижай, в месте, называемом Золотыми Воротами. Сотни, нет, тысячи раз я восстанавливал в памяти события того дня. По минутам, едва ли не по секундам. Мы обошли вокруг причудливого каменного свода, затем спустились к реке. Девчонки глядели на арку, поёживаясь. «Неуютно здесь, правда?» – спросила Наташка. «Красавец! Да вы что, боитесь?» – изумился Клим. Катя кивнула. «Ну тогда смотрите смертельный номер! Проход живого человека через аномальную зону! Кто здесь? Несыкло!» – взглянул на парней Клим. Я подскочил, подбежал к каменной арке и шагнул в неё. Вышел к лесу, обернулся и победоносно помахал рукой. На привал устроились в сотни метров ниже по течению. В сумерках, как обычно, разожгли костёр. Ринат кашеварил, Клим отпускал обычные сальные шуточки, Толик растерянно улыбался, а я тонкими слоями нарезал копчёное мясо и думал о том, что через три дня мы вернёмся, разъедемся, и вполне возможно, я больше никогда не увижу Катю. «Хороший у тебя нож, Дениска!» – сказал, отмочив очередной анекдот Клим. «Дай посмотреть!» Нож и вправду неплохой, тяжёлый складной с хищным акульим лезвием. Я купил его на барахолке у детины в потёртой камуфляжке, который уверял, что нож – самоделишный, десантный, и в волю попил душманской кровушки. Я дорезал мясо, убрал нож в карман и сказал Климу, что перебьётся. Тот ничуть не обиделся и завернул про монашенку и гомосексуалиста. Наташка расхохоталась, Катя заметила, что никогда не видела живого гомосексуалиста, а Ренат угрюмо позвал всех ужинать. Еле молча, даже Клим не проронил ни слова, и мне внезапно показалось, что назревает готовиться нечто скверное. Видимо, подобное предчувствие было не у одного меня, потому что сразу после ужина, едва залили костёр, без слов решили не продолжать и разойтись по палаткам. Проснулся я посреди ночи, внезапно. Рывком сел, с минуту боролся со сном, затем нашарил фонарик, зажёг, быстро провёл лучом по фигурам спящих. Я помню, как ухнуло, прибольно ударившись о грудину сердце. Свернувшись калачиком, беззвучно спал Ренат, похрапывал разметавшийся в расстёгнутом спальном мешке Толик. Клима не было, и дурное предчувствие заставило меня вскочить. Наскородевшись, я выбрался из палатки наружу. Минуты две стоял, дрожа на ветру и вслушиваясь в вязкую таёжную тишину. Стоял до тех пор, пока не услышал вскрик, который оборвался, словно кричащему перекрыли глотку. Я замер, и мгновение спустя вскрик повторился, на этот раз совсем короткий. Подсвечивая под ноги фонариком, я бросился на голос. На обрывающейся к берегу лесной опушки Клим прижал к сосновому стволу Катю. Луч фонаря вырвал из темноты его перекошенное лицо и её, бледное, искажённое. Отшвырнув фонарь в сторону, я кинулся на Клима. Мы сцепились, повалились на землю и покатились по береговому склону к реке, сходу вмазались в прикопанную в песок лодку. Отчаянно закричала Катя, а мы с Климом, вскочив на ноги, принялись драться. Он был сильнее, я пропустил удар в лицо, за ним другой, третий. Из рассечённой брови хлынула кровь и враз залила глаза. Не знаю, удалось ли мне хоть раз его достать, так или иначе, через минуту между нами вклинился Ренат. За ним Толик, и нас растащили в стороны. Клим, матюкнувшись напоследок, ушёл, а я, вырвавшись из рук Рената, пошагал по берегу прочей и продолжал идти, не обращая внимания на окрики оставшихся. Жутко болела голова, ныла зашибленная челюсть, а ещё донимала злость на самого себя. «Какое твоё дело?» – твердил во мне внутренний голос. «Тоже мне герой-любовник. Девчонка на тебя ни разу не посмотрела и ушла с ним сама. Не силком ведь он её тянул. И тут, откуда ни возьмись, появляется мститель. Д'Артаньян Хренов». Я присел на влажный поваленный ствол и просидел так не менее часа. Затем, стиснув зубы от унижения и стыда, отправился обратно. «Пришёл, наконец», – приветствовал меня Ренат. «Они вчетвером сидели вокруг костра. Давай, присоединяйся, драчон. А второй где?» Клима у костра не было. Не явился он и под утро, и когда уже совсем рассвело. Толик с Ренатом отправились на поиски и обнаружили его в двухстах метрах от палаток. Клим был мёртв. Согласно судебной экспертизе, смерть наступила от проникающего удара острым кулей. Согласно судебным предметом в сердце. Этим предметом оказался мой нож, который и извлекли из тела. Нечего говорить, что на рукоятке обнаружились отпечатки моих пальцев. И не обнаружилось ничьих иных. Меня водворили в камеру следственного изолятора, где я и просидел до утра. А там, там, в зале, были со смесью презрения и жалости, глядящие на меня Толик и с ужасом и отвращением, Катя. Так, по крайней мере, мне казалось со скамьи подсудимых. 1786. Игнат. Над Вижаем собрались толстопузые тучи. Готовый вот-вот разродиться от водного бремени. Игнат глянул на небо, сплюнул. Он уже не помнил, сколько дней пробирался лесом, голодный, оборванный, со сбитыми ногами. Он почти забыл, зачем тащиться к переход камню, пожрать бы да выспаться в тепле. О переход камне рассказала Игнату знахарка Вагулка из Канды. Лет пять назад по дороге в Невьянск молодого тогда мастерового скрутила лихоманка. Попутчики оставили Игната у знахарки и двинулись дальше. Он же, выплыв из вязкого болезненного марева, лежал на лавке, пил горькие травяные отвары, да вполуха слушал бесконечные Вагульские сказы, на которые щедра оказалась старуха. Ничего не запомнил Игнат. Одна только история о переход камне, на котором свою судьбу можно сбросить, да новую взять, намертво вгрызлась в память. Тогда подумалось, грех это, грех и бесов искус, сменять судьбу, как шкуру змеиную. Теперь Игната не смущал такой грех, столько повисло на шее новых, своих, чужих, вольных да невольных. Игнат Михайлов, демидовский мастеровой, с молоду был парень трезвый, даром, что не старовер. Нагляделся с измола на отца, вот и не брал хмельного в рот больше чарки другой по праздникам. Табачного зелья Игнат чурался, в драку зря не лез. Вот, на работу, молчаливый, буковатый мастеровой был и сноровист, и жаден. У такого тихого да упертого парня завсегда сыщется думка заветная. Придет время, она и явью обернется. Нашлась у Игната такая думка, как не найтись. Луша, дочь заводского мастера, лицом выдалась будто не в мать и не в отца, а в проезжего молодца. И невьянские пришлые парни столбенели ее завидев. К такой девке с голым задом не посватаешься, но Игнат на заводе не штаны протирал. Набрался он духу и на святках отправил сваху к мастеру. И получил, получил согласие. У Игната тогда в груди стиснулось, а потом закричать захотелось на весь Невьянск. Он свахе рубль сверху дал, поблагодарил от души, но еще что-то нужно было сделать. Так радость из него наружу рвалась. И Игнат зашел в кабак. Как зашел, помнил. Как выпил первую чарку, помнил. А как выходил оттуда, не помнил. Очухался Игнат наутро в переулке за кабаком. Рядом с ним лежал окровавленный нож, а чуть поодаль мертвый Митька Щелкунов. А Колоточный долго не думал, чего тут думать. Заковали Игната в колодки, да отправили в острог. Только до туда он не добрался. Ночью, когда колодников расковывали, выбрался из сарая, дал казаку по уху и рванул к вижаю, искать переход камень. И вот теперь за спиной у Игната бежала холодная сивая вода, а перед ним торчала скала с дырой посередине, похожей на бабью. Игнат сглотнул и тряхнул головой. Была не была. Раз уж добрался, надо лезть в эту дыру. Хоть бы даже на чертову сраку она походила. «От реки к лесу идти, от реки к лесу, или не возьмет, или не даст», — бормотала старая вагулка. Он поднялся к скале и шагнул вперед. Вышел из каменного створа, огляделся. «Ну как, все еще, беглый колодник Игнашка Михайлов или уже нет?» На мертвого Игнат наткнулся через полдня. Тот лежал придавленный упавшей сосной, а по удивленному лицу спора ползли мелкие черные муравьи. Игнат опустился на колени и оглядел мертвеца. Заметил справный армяк, крепкие сапоги, небольшую сумму за плечом. Потом перевел взгляд на свое колодническое тряпье. Задыхаясь и поминутно оглядываясь, Игнат раздел мертвого до нога. Потом скинул за скорузлые тряпки и выломал сук покрепче. Беглый колодник Игнашка Михайлов остался лежать под сосной с разбитой в кровь башкой. К Вагульской деревне вышел мещанин Яков Иванов. За несколько медиков нашлись в суме. Вагулы подрядились на лодке доставить его до Иркутска. Чистоколом топорщились по берегам ели, вздымались каменными кулаками скалы. Когда река вывернула вбок, на берег будто выкатилась чудная скала с дырой посередке. «Диво какое!» – кинул мещанин. «Дурное место!» – замахал руками Вагул. «Нехорошо! Нельзя туда!» 2003-й. Денис. Рената Емрякова я нашел через пять лет после выхода на свободу. Нашел в Казани, в занюханной автомастерской, где он был одновременно хозяином и слесарем. Эти пять лет я отбатрачил на приписанном к Владивостокскому порту рыболовном траулере. Затем уволился, и меня списали на берег. Заработанных денег должно было хватить на поиски и расследования. Ренат меня не узнал, и не мудрено. За пятнадцать лет, что мы не виделись, я сильно изменился. Из субтильного белобрысого юнца превратился в заматеревшего, битого жизнью здоровилу с обветренной рожей и намертво въевшейся в кулачища грязью напополам с морской солью. «Ты?» – опешил Ренат, когда я представился. «А мне сказали, что ты…» Ренат осёкся. «Издох на зоне?» – помог я. «Да, Наташа говорила, что ты умер. Ей тоже кто-то сказал, не помню кто. Вот как, Наташа. И где она сейчас?» Ренат насупился и замолчал. «Она умерла», – сказал он наконец. «Погибла. Попала под машину пять лет назад». «Понятно», – протянул я. «Мир праху». За десять лет за решёткой я очерствел к смерти, и тем не менее весть о том, что погибла Наташка, едва мне по сути знакомая, застала меня врасплох, сам не зная почему. «Ну, а как ты, Денис?» – запоздал, осведомился Ренат. «Как ты все эти годы?» «Потом расскажу», – не стал отвечать я. «Скажи, ты не поддерживаешь связи с Катей?» «Или с Анатолием?» «Зачем тебе они?» – хмыкнул Ренат. «Оправдаться хочешь?» «Так ты уже вроде того. Искупил. И потом, ответь, пожалуйста, на вопрос», – прервал я. «Да, пожалуйста», – Ренат снова хмыкнул. «С Анатолием связь поддерживать мне не почи, но он высоко взлетел. А с Катей обмениваемся изредка открытками. На празднике она как бы при нём». «При ком, при нём?» – вновь не понял я. «Да при Кравцове!» «При Толике!» «2003. Катя. Екатеринбург завалилась снегом в конце ноября. Город барахтался под толстым одеялом, выпростов в серой локте девятиэтажек. Я отвезла Серёжу в гимназию и не спеша рулила на работу, механически глядя по сторонам. Катин город, как называл его муж, выглядел сегодня уныло до чрезвычайности. Строго говоря, салон красоты работы не назовёшь. Толик купил его мне, чтобы не скучала. Позаботился. Заботливый сволочь. Пятнадцать лет назад я была ошарашена, попросту сбита с ног. Всё никак не укладывалось в голове, что из-за моей глупости один человек погиб, а второй попал в тюрьму. Зачем я тогда выбралась из палатки? Зачем пошла с Климом, обещавшим показать такое, чего никогда не видела? Почему не разбудила и не позвала с собой Наташку? Всё это я и выложила Толику, рыдая и захлёбываясь после суда. До сих пор помню неказистое кооперативное кафе, где я елозила мокрыми рукавами по столику. «Кать, перестань! Не виноваты ты ни в чём!» – погладил меня по голове Толик. Он записал мой номер телефона, чтобы присматривать, и стал появляться чаще и чаще. Маме Толик сразу понравился. «Видно, что основательный мальчик не какой-нибудь дурачок. Будешь с ним, как за каменной стеной, Катюша». Я тогда ни о каких мальчиках не думал, а зато была по-настоящему благодарна Толику за то, что не дал сгинуть от вины и отчаяния. Через год он предложил пожениться. «Мы друг к другу подходим. Тебе со мной будет хорошо, обещаю». Заканчивались восьмидесятые. Толик, единственный теперь сын секретаря обкома, крутился, открывал и закрывал кооперативы, оборачивал и приумножал. Через пару лет родился Серёжа. В салоне меня встретили с поднятыми бровями и любопытными глазами. «Катерина Павловна, там вас спрашивали?» махнула рукой в сторону коридора администратор Мариша. «И кто спрашивал?» «Эээ... мужчина?» Как ни странно объяснить подробнее Мариша не смогла. «Что ж, мужчина так мужчина. Посмотрим». Коридор вёл в небольшую приёмную, где на диване сидел... «Здравствуй, Катя». Поднялся мне навстречу Денис. Не отрывая взгляда, я неловко села на тот же диван. Денис, повзрослевший, битый и продублённый, поширевший в плечах, с первыми морщинками, не знающий, куда деть руки, неловкий. Это был всё-таки Денис, тот же мальчик, от которого звенело внутри, потерянный навсегда за дальним поворотом. «Пойдём в кабинет». Голос у меня куда-то делся, остался только сдавленный шёпот. Денис кивнул. Когда я открывала дверь, руки явственно тряслись. По привычке дошла до стола, села. Денис устроился напротив. «Кофе хочешь?» «Нет». Денис покачал головой, выдохнул. «Кать, ты... Как ты вообще живёшь?» «Вот, сам видишь, что я могла ему рассказать. Как тяну лямку рядом с чужим человеком, с которым обмениваюсь парой фраз в сутки? Как надеюсь каждый вечер, что Толик заночует у очередных бледей? Как ради Серёжи молчу и не нарушаю конвенцию?» «Вижу», — кивнул Денис. «Я сейчас видела совсем другое, отчётливо, как на экране, видела, что мы могли бы провести эти пятнадцать лет совсем иначе, вместе, рядом. Обида накатила резко, накатила и смешалась с горечью и старой злостью на себя. «Почему так, Денис? Почему с нами так вышло? Ты...» Я запнулась. «Катя, ты веришь, что я убийца?» Денис протянул руку, будто дотронуться хотел, и остановился на полпути. Он говорил, а я смотрела на ладонь, лежащую на столе, потемневшую от загара и труда, с выступающими венами, на большом пальце шрамик, который был ещё тогда. Наконец накрыла её своей ладонью. Мы долго говорили, сначала спотыкались, боялись неловко тронуть что-нибудь болезненное. Потом обвыклись друг с другом, освоились, вспомнили лагерь и наш печальный поход. А потом договорились до того, что нужно побывать там ещё раз, посмотреть на золотые ворота трезвым взглядом. До Ивделя, а потом до Визжая добрались на моей машине. Оставили БМВ в посёлке, взяли там лыжи и двинулись к воротам. В середине дня мы были на месте, арка высилась, прикрытая снегом, алмазно-блестящая под солнцем. Вокруг было тихо, ещё тише, чем летом, бело и сурово. Мы обошли вокруг арки, потоптались в чахлом леске и ничего, конечно, не обнаружили. Встали спиной к реке и посмотрели друг на друга. «И что нам тут делать, Кать? Попробуем пройти через них», — я указала на ворота. «Ты не боишься, что можно исчезнуть?» «Я как раз не прочь исчезнуть». Денис пошёл первым. Он остановился на мгновение перед аркой и резко шагнул вперёд. Я смотрела во все глаза. Денис показался с другой стороны камня. Как и много лет назад, он обернулся и помахал рукой. Я тоже подошла к воротам, сплюнула через левое плечо и ступила вперёд. Денис, 1988 год. Я брёл по лесной тропинке вслед за Катей и думал о том, какой же я дурак и мямля. Взять хотя бы эту идиотскую экспедицию и как меня угораздило в ней участвовать. Из-за Кати услужливо подсказал внутренний голос. «Ты отправился не весть куда и зачем, потому что пошла Катя». Внезапно меня охватило дурное предчувствие. Мне вдруг ни с того ни с сего показалось, что поход закончится скверно. Я даже причину осознал. Закончится скверно он потому, что пустился я в него не в первый раз. Я остановился и замер. Причина показалась мне не менее нелепой, чем само предчувствие. «Что встал?» спросил за спиной Толик. «Да так». Я сделал вперёд шаг, другой, и пришёл в ещё большее замешательство. Я внезапно понял, что за ближайшим Березнюком будет поляна, и на этой поляне непременно что-то произойдёт. Нехорошее что-то. «Эй!» – звонко закричала откуда-то спереди Наташка. «Смотрите, какая прелесть!» Я заспешил на голос, и через пару минут, без особого удивления, увидел поляну. Прелестью оказались два тополя, растущие из одного корня и похожие на распяленные пальцы. Удивительно, но я был уверен, что вижу эти тополя не впервые. Когда стемнело, разожгли костёр, уселись вокруг, и Клим по обыкновению принялся трепаться. «Сейчас отпустят шутку про чукчей», – вдруг понял я. «Натуральные дикари! Взять хотя бы косорылых!» – немедленно выдал Клим. «Манси-шманси!» – «В общем, чукчей!» «Сейчас будет ссора», – осознал я. «Ещё расскажешь про косоглазых?» «Дам в морду», – медленно цедя слова, – проговорил Ренат. «Ты? Мне?» – изумился Клим. «А ну, спробуй!» Я успел ухватить Рената за руку, но он вырвался и метнулся навстречу вскочившему на ноги Климу. Толик вмешался через секунду после того, как я понял, что именно он не допустит драки. Так и произошло. Ссора быстро утихла, а затем и превратилась в шутку. За следующие несколько дней ощущение вторичности происходящего всё усиливалось. Я словно знал, что у здоровенного камня, похожего на лошадиную морду, я едва не подерусь с Ренатом. Как будто чувствовал, что на пути встретится охотничья изба и в ней под дурацким предлогом перессорятся девочки и всякий раз предвидел, что назревающий конфликт будет погашен Толиком. И всякий раз угадывал. Когда мы добрались до убогого поселения со странным названием Вижай, ощущение стало походить на Эдификс. Я предвидел чуть ли не каждое слово, едва ли не каждое движение остальных. Клим с Толиком сторговали на время две лодки у местного. В полном соответствии с моими предчувствиями местного под конец не устроила цена. Клим добавил ещё. «Катя», — решился я перед тем, как ступить в лодку, — «тебе не кажется?» «Что?» — Катя вскинула на меня глаза. «Что всё это с нами уже было?» — выпалил я. «И скоро произойдёт что-то плохое. Очень плохое. Денис!» — Катя шагнула ко мне. «Тебе что, тоже мерещится?» «Эй вы! Молодые зелёные!» — не дав Кате договорить, гаркнул над ухом Клим. «А ну, в лодку, живо!» Клим сиганул через борт, ловко уселся на банку и подал руку Кате. Меня пробрало ревностью напополам с неприязнью. Столкнув утлая судёнышка в воду, я запрыгнул на корму. До ворот мы добрались за два часа. Я увидел их, едва лодка обогнула излучина. И, не удержавшись, выругался вслух. Каменная арка вросла в береговой склон, и, несмотря на всю её необычность и загадочность, я мог бы поклясться, что уже всё это видел. Мы причалили к берегу, и один за другим выбрались на сушу. Затем гуськом отправились к арке и обошли вокруг неё, спустились к реке. Когда девчонки переглянулись, я уже знал, о чём спросит Клим. «Кто здесь не ссыкло?» «Я, например», — выпалила Кате. Она подскочила и взбежала к лесу. Через минуту Катя вышла из арки лицом к нам и победительно взглянула на Наташку. Мы рано разошлись по палаткам, но сон ко мне не шёл. Я лежал и прислушивался. Ветер, отдалённый плеск воды, шелест листьев, в шорох спального мешка, шёпот снаружи. Меня подбросило. Осветив фонариком лица спящих, я уже знал, кого не увижу. Клима не было. Я бросился на берег. К сосновому стволу прилипла нелепая сдвоенная фигура. Дёрнув Клима за шиворот, я размахнулся, но тут ко мне на грудь кинулась Катя. «Денис! Денис, не трогай его! Не надо! Пожалуйста!» Мне как холодной водой в лицо плеснули. «Простите, что помешал тет-а-тету». Я аккуратно снял Катина руки с шеи и отстранился. Уже ухожу. «Да нет же, Денис! Это не то! Не то!» Катя прижала руки к горлу, будто сама себя душила. Я развернулся и побрёл в палатку. «Придурок! Какой придурок?» «Спасать побежал идиот. Да у них свидание там было. Амур, банджур, тужур!» Я рухнул поверх спальника и собирался дальше есть себя поедом, но вырубился моментально. Утром Клима в палатке не было. «Загулял наш герой-любовник», – мрачно бросил я. Я ждал, как даже из леса покажется довольный, сытый Клим, но он так и не появился. Толик с Ренатом нашли его на опушке леса с перерезанным горлом. К стволу ближайшего дерева прицепился обрывок Катяного платья. Я протянул руку, чтобы снять клочок ткани, спрятать его от ветра, но тут колобком подкатился Толик и сказал. «Стоп, Денис!» Гаврош, 1940 год. Гаврош был не простой урка, а интеллигентный человек. Знал обхождение, понимал про антиквариат и хороший коньяк. Умел слушать. На воле Гаврош красиво работал и красиво жил. Он даже погорел красиво. На бабе. Одна профессорская жена так втрескалась в Гавроша, что принялась искать его через легавых. Нашла, ах ты ж сука. Так и поехал Гаврош на севера. В бараках и в Дельлага особенно красиво не жилось никому, даже честным ворам. Конечно, работали на них мужики с каэрами. Конечно, с волей худобедно грели. Но скучно тут было, мать честная. Да и холодно. Гаврош мечтал, как выйдет отсюда и поедет в Сочи. Поправлять здоровье и материальное положение. Дни считал до того, как истечет его пятерочка. Дни тянулись медленно и муторно. Как-то раз, проходя по бараку, Гаврош услыхал. Другой человек выйдешь. Совсем другой. Косоглазый мужичок втолковывал что-то сутулому каэру, а тот кивал, потрясая жидкой бороденкой. Совершенно верно, Дмитрий. В моих исследованиях как раз отражено влияние перехода на дальнейшие жизненные обстоятельства. Гаврош остановился, прислушался, а потом подсел на каэровские нары. Вы рассказываете поразительные вещи, товарищ... Коротков. Алексей Петрович. Статья 58.1. Оставьте, товарищ Коротков. Элегантно взмахнул рукой Гаврош. КРТД у вас на лице написано. Коротков невесело хмыкнул. Гавриленко Сергей Павлович. Представился Гаврош. Так вы говорите, что у местных представителей коренных народов есть легенда о камне, меняющем судьбу человека? Я думаю, это не просто легенда, Сергей Павлович. С жаром заявил Коротков. Я историк, я проводил исследования, сопоставлял архивы, старые записи, сам успел опубликовать несколько статей. И где же этот камень? Он находится неподалеку от лагеря. Вот Дмитрий, КР показал на мужичка. Там бывал. Нельзя туда идти. Нельзя, замотал головой косоглазый. Соблазнительная была мысль. Очень соблазнительная. Пройти через такой камушек, все поменять, начать с чистого листа. Гаврош бы тогда... Нет, в комиссары не пошел бы. Махнул бы в Париж, пока выпускали. А не понравилось, в Аргентину бы оттуда уехал. Там всегда тепло и народ простой, доверчивый. Гаврош зажмурился, будто жаркое солнце опалило ему глаза. Уходить надо с косоглазым. Он местный, все тропы знает. Да и к камню приведет. Неподалеку от лагеря это сколько? Нужна консерва. Месяц Гаврош обхаживал косоглазого Митьку и в конце концов уломал. Тот согласился сделать ноги из лагеря и отвезти Гавроша к нужному камню. Правда, поглядывал косоглазый хитро, будто не договаривал чего. Ладно, с этим по пути разобраться успеется. Может, косоглазый тоже в Аргентину хочет? Ночью Гаврош соскользнул со шконки, взял сверток с вещами и подобрался к Митькиным нарам. Протянул руку, и тут за нее кто-то ухватился. «Сергей Павлович!» – зашептал Коротков. «Я должен идти с вами!» «Ах ты ж сука!» Зато вопрос консервы решился сам собой. В случае чего – будет. Втроем перелезли под колючкой, и Гаврош скомандовал Митьке. «Веди нас к камню!» Митька помялся, затем повернулся и уверенно зашагал к лесу. Гаврош с Коротковым потрюхали за ним. Метель завывала вокруг, занося следы. Через два дня Каэр совсем стух. Он ковылял позади, падал через десяток шагов, поднимался на четвереньки и что-то шептал под нос. Затем вставал и, шатаясь, брел дальше. В конце концов, Гаврош не выдержал. «Долго еще до камня?» – спросил он у Митьки. «Ночь и день идти». «А-а-а, продержится». Когда Коротков в очередной раз упал, Гаврош вернулся к нему. «Сергей Павлович, спасибо!» – зашептал историк. «Я должен увидеть камень, увидеть камень и умереть», – он зашлепал сухими губами. «Это можно», – ответил Гаврош. А потом присел и полоснул Короткова финкой по горлу. Тот всего раз дернулся, наверное, не понял ничего. Не зря Гаврош был интеллигентный человек. Он слегка забросал труп снегом и пошел обратно к Митьке, который ждал неподалеку. Косоглаза ничего не сказал, сплюнул, повернулся и пошел дальше. Следующим вечером перед ними показался берег реки. Сизое небо рвал красный кулак заката. «Все», – остановился Косоглазый. «Пришли!» «А камень где?» – удивился Гаврош. «Нельзя туда?» «Плохое место!» «Да насрать мне какое там место!» «Где камень?» – Косоглазый махнул рукой вправо. «Ищи! Все равно не знаешь, как ходить!» Гаврош схватил его за грудки и тряхнул. «Эх ты ж, сука! Как еще ходить?» «Чтобы выйти другой?» «Я не скажу!» Гаврош подсек его ногой, уронил на снег, навалился сверху, схватил за горло, придавил. «Как надо ходить! Как ходить, мурло-косоглазая!» Митька хрипел и бился под ним. Внезапно Гаврош услышал отдаленный лай, надавил сильнее. «Как ходить?» – Митька обмяк, а под ногой у Гавроша стало мокро. Обоссался Косоглазый. Сдох. Гаврош вскочил, огляделся и кинулся бегом вправо и увидел его. Камень стоял на границе леса и берега, и за круглым проходом светило солнце. Лай приблизился. Гаврош метнулся вперед к реке, к камню и услышал за спиной «Стой! Стрелять буду!» Всего себя Гаврош вложил в бег. «Еще рывок!» Он влетел в проход и выбежал к реке. Там Гавроша и догнала пуля. Он упал, перевернулся на спину и глянул вверх. В небе закатывалось красное аргентинское солнце. Денис, 2003 «Я ищу. Почти половину жизни я ищу». Сначала я искал всё, что было кем-то и когда-то написано о том камне. С него всё началось. Если бы не история Толика, мы не рванули бы в экспедицию. Никто не прошёл бы через камень. Клим остался бы жив. Катя не попала бы в тюрьму. Возможно... Ладно, это уже лишнее. Я искал всё о камне. Закончил истфак, единственный со всего курса остался в аспирантуре. Написал диссертацию о легендах Манси, перелопатил тонны бумаги. Когда я нашёл запись о побеге Алексея Короткова из лагеря, закончился Катин срок. Все десять лет, каждые полгода я навещал её. Идиот? Может быть. Я знал, с первого дня знал, что убить Клима она не могла. Хотя на суде Катя рассказала, что Клим пытался её изнасиловать. Но почему тогда не позволила мне ударить Кравцова? Это Катя объяснить отказывалась. Столько раз обмолвилась. Ты решишь, что я сумасшедшая. Это я-то? Всю экспедицию, страдавшей от дежавю? Итак, в девяносто восьмом я поехал встречать Катю. И обнаружил, что она вышла месяцем раньше, по амнистии. Ирония отечественного правосудия всегда жутковата. Катя вышла и исчезла. Как сквозь землю провалилась. Я разыскивал Катю пять лет и обнаружил, наконец, на кассе в занюханной пятёрочке. «Здравствуйте», — сказала она, скользя мимо меня взглядом. «Пакет, ну...» «Здравствуй, Катя. Пакет не нужен. Нам нужно поговорить». Катя, 2003. Первым делом я испугалась. Да кто на моём месте не испугался бы? Специально сбежал от мужика пять лет тому, чтобы не напрягать его своими головниками, а он теперь стоит и заявляет, что поговорить надо. Нарисовался — не сотрёшь. Он нормальный или псих? Ладно. Выглядел Денис вполне вменяемым. Просто упрямым. Такому проще дать, поэтому я согласилась поговорить с ним. Хотя вспоминать историю с камнем и убийством Клима мне совсем не хотелось. Я сама её обсосала до мелких косточек. Всё думала, как же так вышло. А потом дошло. Толик, брат-акробат. Толик нас этой экспедиции соблазнил. Толик нас довёл, следил, чтобы не перелаялись по дороге и не повернули назад. Толик остался единственным сыном большого человека. Он Клима и прирезал. Некому больше. Понять я поняла, но молчала. К делу понимания не пришьёшь, а доказательств никаких. Да ещё это мутное ощущение, будто всё, что случилось в походе с нами, уже происходило. Только мне казалось, Денис вот-вот встрянет в какую-нибудь дрянь. Казалось, казалось, да и оказалось. Так что я бы лучше забыла это всё и жила дальше, как сумею. Ещё пятнадцать лет назад я заметила, что Денис – парень основательный, но тогда я не поняла, насколько он упёртый. А теперь в гостях у него поняла. Раскопал ведь всё про этот камень и совал мне распечатки одну за другой. Смотри, Катя. Вот выписки из разных этнографов. Вот статья Алексея Короткова. Он много занимался камнем. Там всё написано. Манси верили, что этот камень даёт проходящему через него новую судьбу. Чужую? Да, он так и сработал. Ты ведь должна была прожить эти пятнадцать лет иначе. И как я их должна была прожить? Мы бы вернулись домой, в Томск. Потом… Денис смутился. Потом я нашёл бы тебя и начал бы за тобой ухаживать. А потом… Я внезапно охрипла. А потом у нас были бы дети, мальчик и девочка. Но нет, мальчик и мальчик, похожий на тебя. Денис онемел и медленно снял очки. Кто меня за язык тянул? На минутку я представила, что и как могло бы случиться дальше. А потом похлопала его по руке и сказала. Оденься. Денис подобрался и вернул очки на нос. Очень интересно, как сложилась жизнь самого Короткова. В тридцатых он попал под большую чистку и оказался в вывдельлаге. Да ну. А потом сбежал из лагеря. Больше там никаких записей о нём нет. Обратно его не вернули. Смерть тоже не зафиксировали. Думаю, он добрался до камня и прошёл через него. И ушёл с чужой судьбой. А свою оставил там, в камне. Я откашлялась. Денис, вот ты человек образованный, кандидат наук. И рассказываешь мне сейчас про обмен судьбами неизвестно с кем через дыру в камне? Да, Катя. Именно это я тебе рассказываю. Всё-таки он меня уболтал. На майских выходных мы поехали туда. Да и вделя автобусом, да вяжая раздолбанным уазиком. Да камня на лодке. И вот он перед нами. Мы стоим на берегу и смотрим в проём. А оттуда на нас смотрит... Нечто. Ну как? Негромко спросил Денис. Я пожала плечами. Понимаешь, там на зоне учишься как-то чувствовать опасность. Знаю. Денис замер и поправился. Представляю. И что-то в этом камне... Есть. Может, он и правда такой? Судьба-обменник. Помнишь сказку про ослинную шкуру? Что? Как принцесса надела ослинную шкуру и не могла её снять. Шкура приросла намертво. А, помню. Катя, сейчас на тебе такая шкура. Чужая судьба. Судьба несправедливо обвинённого человека. Коротков даже срок получил такой же, как ты. Эту шкуру можно снять. Можно пройти через камень. И тогда она будет здесь висеть и ждать нового... Носильщика? Можно предупредить людей опубликовать в интернете историю камня. Здесь щит поставить в конце концов. И всё равно найдётся дурачок или дурочка, который сюда полезет. Мы сделаем всё, чтобы их предупредить. Строители мостов несут ответственность за самоубийц. Нет, Денис. Но я туда не пойду. Почему? Вспомни сказку ещё раз. У принцессы под ослинной шкурой всё-таки что-то было. Мы ушли от камня, сели в лодку и неспеша поплыли к вижаю. Денис грёб, а я стянула ветровку и посмотрела на небо. Солнце пекло сегодня невероятно, как в Аргентине. Солнце пекло сегодня невероятно, как в Аргентине.